приветствовать в прямом эфире у нас сегодня с вами очень интересная тема тема стемпинга у нас как вы знаете вышел стемпинг буквально вот на днях и сегодня мы с вами о нем поговорим у меня пластины все у меня штампы здесь и я вам все покажу расскажу не могла выйти к в эфир честно говоря не получалось что-то с instagram в общем странная творится но я думаю что все уже в курсе этого вот и меня не хотел он пускать но я я вырвалась я прорвалась надеюсь что у нас эфир не прервется так одну секунду поправила телефон на самом деле думали что эфира сегодня не будет так как у нас проходит аттестации аттестации инструкторов но решили что все-таки не повод это для того чтобы нам с вами не увидится я рада всех приветствовать я рада всех видеть пробилась к вам прям пробилась сквозь стерни и поговорим о нашей замечательной долгожданной новинки к сожалению новинка наша вышла не в полном объеме как мы рассчитывали есть небольшие у нас задержки с краской для стемпинга но я вам покажу и расскажу чем можно работать пока краски не вышли сейчас обо всем поговорим взаимной девочки со всеми рада увидеться начинаем с вами работать так секунду телефон настраиваю отключаю сразу фильтр чтобы он нам не портил ничего надеюсь что все сохранится очень расстроилась что не будет но вот видите все таки будет все таки все сложилось для того чтобы эфир мы с вами провели следующий до следующий вторник видите у нас с вами 8 марта в принципе эфир выпадает поэтому конечно 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 я рада что мы с вами сегодня все-таки вышли в эфир поехали ну здесь у меня перчатка будет так как у меня маникюр не очень свежий а здесь маникюр еще свежий правда уже как всегда разные формы поэтому будем так поехали смотрите у нас вышли пластины для стемпинга многие их давно ждали так но они немножечко отсвечивают будут бликовать но буду стараться их разворачивать многие их давно ждали пластин вышла сейчас четыре вида подробно их покажу отлично девочки стемпинг прикрепляю комментарий спасибо за помощь вы уже сразу знаете о чем я буду вас просить пластин вышло у нас четыре вида смотрите с обратной они стороны вот такие вот брендированные четыре варианта по названием сейчас точно не помню помню вот этот у нас идет азия ну посмотреть можно в интернет-магазине в нашем на emyshop.ru там они все представлены эми цветок смотрите кто не умеет рисовать эми цветок хороший выход из положения потом здесь у нас street style пластина и пластина вот с такими принтами тут сетка здесь гусиная лапка то есть как брендированный идет маникюр можно использовать можно в принципе как фон использовать сегодня мы обо всем поговорим сегодня расскажу вам что как зачем и с чем это все будем кушать классные до согласно классные сразу вот на прошлом эфире мне задали вопрос люблю ли я стемпинг сразу скажу что стемпинг я не любила раньше я его пробовала я им работала но потом уже со временем я поняла что просто у меня были не очень качественные пластины и не очень качественный штамп от этого очень многое зависит сейчас когда мы тестировали наши пластины когда мы их пробовали когда мы пробовали наши штампы сразу могу сказать что мне они очень понравились пробую сейчас как раз различные варианты использования пластины использования материалов для отпечатывания как раз проголодались за неделю до и не могу сказать чем пока больше мне нравится работать потому что на самом деле вариантов использования и вариантов отпечатывания очень много материала в который можно использовать тоже очень много до эфир конечно сохраним можно их использовать как фон вот екатерина николаевна очень любит их использовать именно как фон под дальнейшее уже декорирование можно их самостоятельно использовать ну то есть возможности очень много чем мы работаем есть специальные краски для стемпинга они у нас обязательно выйдут на немножечко позже позже потому что сейчас в связи вот со всей этой ситуации в мире стране у нас задерживается поставка определенного продукта который необходим для изготовления этих красок поэтому они выйдут но немножечко попозже сначала хотели подождать краски но решили что все-таки не будем ждать решили пластины и штампы выпустить сейчас потому что можно начинать работать ими не только с красками краски докупить потом плюс курс по стемпингу как вы знаете у нас вышел и обязательно после эфира прикрепим stories ссылку на курс курс доступен на курсе у нас очень много вариантов работы со стемпингом курс ведет анна колод и очень подробно все рассказывает чем можно печатать как можно печатать как совмещать материалы всевозможные в одном дизайне курс достаточно интересный и кто приобрел не даст мне вас обмануть там очень-очень много информации дальше поехали чем мы будем сегодня работать в отсутствие красок смотрите работать вы можете м постой м постой вы можете работать как классической как классической так вы можете и работать неоновой импаста она тоже подходит для стемпинга единственная неоновая импаста как вы знаете она такая немножечко прозрачного то я так сейчас резкость вот навела она немножечко прозрачного то я можно добавлять если кому-то хочется поплотнее можно добавлять белые импасты у вас будут достаточно плотные оттенки дальше импаста как я уже сказала классическая можно работать пигментами импаста плюс пигменты плюс плюс альпийский снег все это под подробнейшим образом рассказано в уроках и также можно работать обычными лаками обычными нашими лаками единственное чем отличаются обычные лаки от красок которые будут выпущены выпущены смотрите лайки они чуть-чуть будут прозрачнее ложится то есть краски они лягут ярче и плотнее но я покажу сегодня вам тоже как работать лаками обычными лаками если у вас есть наличие лайки вы можете ими спокойно тоже замещать пока краски я вот тут приготовила и красный цвет я приготовила всевозможные варианты которыми мы сегодня поработаем поехали давайте поработаем новой коллекцией кто кто не видел предыдущие эфиры обязательно посмотрите коллекция у нас вышла новая летняя уже ярко сочная коллекция называется май импульс как работать импастой да я сегодня покажу ну конечно все техники я показать не смогу это все вы можете подробно посмотреть потом в курсе но конечно принцип работаем пастой и лаком мы разберем сегодня с вами дальше у нас вышли штампы также наши штампы но здесь они у нас уже такие рабочие штампы вышли в двух размерах маленький штамп им очень удобно наносить мелкие детали и более крупный штамп большой штамп им удобно наносить принт на весь ноготь он захватывает большую поверхность вместе со штампами идут вот такие вот у нас пластины которыми очень удобно как раз убирать излишки краски по поводу на того что выйдет на wildberries я не могу сейчас девочки и мальчики вам сказать этой информации нет вы можете писать в директ имя official потом и у них уже узнавать на самом деле можно иметь один штамп но как правило все таки когда у вас два под рукой вам будет комфортнее работать то есть большой штамп он особенно на большой ноготочек им проще будет перенести дизайн по стоимости смотрите сразу сориентирую вы сами пластины все для вас узнала сами пластины по стоимости идут 390 рублей за одну пластину на сайте они все есть на ими shop в магазине смотрите в магазине могут их разбирать их быстро разбирают то есть там приходит небольшая партия их разбирают а если вдруг чего-то нет в магазине у нас наличие вы просто можете своему менеджеру это заказать и вам потом привезут либо заказать сразу на сайте по поводу сайта все помним не забываем про то что есть промо код на скидку на нашем сайте а дальше по поводу штампов смотрите по стоимости большой штамп у нас идет по цене 220 рублей фокус маленький штамп идет по цене по стоимости 180 рублей все это есть в наличии так что спрашивайте поехали давайте возьмем какой-нибудь фон возьмем какой-нибудь фон а идей с дизайнами со стемпингом очень много сейчас вам покажу смотрите со стемпингом можно работать в различных техниках в различных абсолютно можно софтирками работать с пигментами работать с чем угодно все это все это имеет место быть и очень красиво нежно ярко смотрится то есть можно делать абсолютно любой вариант дизайна как мы с вами знаем что чем большим количеством техник обладает мастер тем больше вероятность того что тем больше вероятность того что у нас с вами клиент получит то что просят наши клиенты они любят когда у них есть выбор во первых во вторых это что касается дизайна во вторых конечно же у каждого клиента есть свои какие-то особенности работы именно даже с ногтевой пластиной поэтому чем большими техниками маникюра моделирование дизайна вы обладаете тем более востребованным мастером вы будете девочки я все понимаю мы все прекрасно знаем что за обстановка сейчас в стране но нам нам мы за это все переживаем естественно никого это равнодушным не оставляет но тем не менее работа есть работа и мы продолжаем ее естественно то есть мы вы вынуждены работать для того чтобы прокормить как минимум своих детей давайте здесь сейчас не будем ссориться хорошо давайте это все оставим пока на данный момент так поехали я возьму вот такой оттенок 370 370 очень люблю его очень красивый цвет я делала себе педикюр я прям три цвета наносила на педикюр решила провести эксперимент и покрыла это все матовым топом смотрится конечно очень красиво очень эффектно сноу сочно кстати он на камере почему-то оранжевый в реале этот цвет чистый розовый о чистый желтый заговариваюсь оранжевый у нас 369 идет такой цвет папайи красивый а 370 он желтенький почему-то вот он получился он получился у нас какой-то под камерой тоже папайя но все все знают что это желтый да смотрите как мы работаем при помощи лаков сейчас покажу вам обычный обычный лак то есть это самый обычный черный лак обычный черный лак если мы работаем с лаком то мы с вами работаем с ремувером я возьму пластину вот эту азия и буду работать сейчас с ней здесь есть очень интересные варианты так я надеюсь что лаком не хватит есть очень интересные варианты смотрите при работе с лаком все движения должны быть очень быстрыми то есть быстро нанесли быстро пластины убрали излишки быстро отпечатали поэтому все должно быть готово очищаем мы штамп при помощи обычного скотча либо у нас ролик для одежды тоже подходит поэтому все я приготовила все приготовила и работаем допустим взяла ветку убрала излишки быстро переношу видите то есть все она есть просто единственное обычными лаками видно да обычными лаками у нас получается эффект более прозрачный краски они сделаны таким образом чтобы быть более плотными и отпечатываю отпечатываю но я вот сюда смотрю в окошко видно да и отпечатываю на ноготок вот таким движением то есть цвет видно все видно но с краской будет просто более плотный эффект тут же тут же ремувером я убираю излишки с карточки и излишки вытираю самой пластины пластина чистая дальше тут же я могу взять красный лак но я не буду такую какую-то прям композицию составлять просто поработаем разными цветами чтобы понять как работать набираем смотрите у меня собирается несколько до сразу рисунков с пластины то есть все на что попал у меня лак я беру скотч скотч вот он у меня и а скотч смотрите вот таким образом просто излишки снимаю сейчас может быть не очень хорошо фокусируется камера но принцип понятен да и излишки а скотч я сняла это все очень легко скотч просто у вас висит под рукой все и дальше я это все переношу уже на ноготок снова отпечатала тут же вытерла излишки с лаком излишки нужно убирать каждый раз потому что лак быстро подсыхает и вам будет просто неудобно и тут же я взяла и допустим сделала вот таким образом еще эту вот пчелу шмеля что это у нас такое то сейчас в данный момент я работаю чистыми лаками фокус пытаюсь поймать не фокусируется пластина прозрачная излишки снова убрала излишки снова убрала и тут же я могу сверху добавить где-нибудь этот вариант прям вот сверху добавляю то есть я не делаю сейчас никакой там супер принт показываю вам как это все работает можно работать в одном цвете можно работать в разных цветах можно чем угодно все это заполнять то есть это у вас может быть абсолютно по-разному оформлена также сверху вы взяли перекрыли топом теклас и приклеили что-нибудь из шермикона допустим сейчас возьму секунду прошу прощения подвинула вас случайно взяла топ теклас нанесла на ноготок подсушила в лампе и приклеила снизу шермикон то есть мы можем все это дополнять как угодно декорациями абсолютно любыми вот взяли допустим из нашей новой коллекции шермикон какой-нибудь и туда же добавили пинцет пинцет берем какой-нибудь шермикон и тут же добавляем понятно о чем я говорю да сверху перекрыть можно матовым топом можно перекрыть глянцевым топом здесь вы уже определяетесь сами чего вам хочется перекрыла матовым топом подсушила смотрите лаками красками мы работаем под топ если мы работаем м постами плюс м посты в том что мы работать можем м постами и сверху готового покрытия гель лаки они более жидкие и ими работать вам будет сложно смотрите вот матовый топ нанесла то есть лак хорошо подсох и у меня матовый топ ничего не разъел лак подсыхает очень быстро потому что у нас с вами достаточно тонкий рисунок и видите да что в принципе все четко при том что перекрывала только нижнюю нижнюю часть топом текла сверху нет но матовый топ ничего не разъел то есть немножечко даете несколько минуточек подсохнуть он очень быстро подсыхает и все и все замечательно перекрывается давайте дальше с вами у меня есть готовая прям поверхность поработаем сейчас м постой в плюс м посты как я уже сказала в том что вы можете работать не только под финиш но и на готовой поверхности то есть можно и так и так мне очень нравится наш вариант конечно с ими цветком особенно на весь ноготь вот этот декор смотрится очень круто м пост а она ляжет у вас немножечко прозрачнее чем краска она ляжет тоньше но тем не менее все равно будет интересно при том вы сюда можете миксовать и неоновую импасту и белую импасту то есть по-разному это все можете оформлять если вы в белую вас нет неоновой в белую импасту нанесете пигмент добавите неоновый пигмент у вас получится неоновая импаста и вы также можете с ней работать так м посту я возьму белый рафинад белый рафинад а еще будет что очень классно сверху матового топа белая импаста ляжет глянцем для импасты лучше брать апельсиновую палочку удобнее вам будет с ней работать плюс импасты еще девочки в том что в отличие от лаков импастой не надо торопиться работает то есть здесь вы можете работать абсолютно спокойно она у вас не подсохнет и каждый раз если вы будете делать один и тот же принт не обязательно это все убирать с пластины то есть вы сделали оставили добавили немножечко и дальше продав продолжайте штамповать на остальных ноготочках смотрите нанесла небольшое количество апельсиновой палочкой какой дизайн у вас на руке спасибо девочки это у нас я показывал это краски голливуд очень красивые витражные краски смотрите каким образом мы работаем я беру и вот таким вот образом прям распределяю карточкой импасту по всему рисунку и дальше другой чистой стороной карточки беру и удаляю излишки видно да просто убрала излишки и теперь вот таким вот образом перепечатываю все на штамп и быстренько штамп переношу на ноготь на черном полу на камере какой-то голубоватый оттенок получился но в реалии оттенок оттенок белый нет этого голубого цвета как на камере как-то прямо интересно смотрится необычно ну вроде фильтр выключили мелкие детали тоже хорошо пропечатываться и что самое интересное смотрите он у меня никуда не потечет компасти нужно приноровиться она полупрозрачная но она у вас никуда не потечет излишки мы убираем уже не ремувером обычным евро клинцером то есть прям протираем с вами штампик аккуратненько и если мы продолжаем то есть я таким же образом беру апельсиновую палочку таким же образом наношу обратно м-пасту и начинают также ее распределять потом чистой стороной взяла убрала излишки и у меня снова готова импаста к работе то есть есть и минусы импасты есть и плюсы импасты мне импаст нравится в работе единственное к ней нужно приноровиться по поводу того можно ли импастой работать с маленькими деталями да конечно можно также легко даже мне кажется еще проще импастой работать с мелкими деталями смотрите давайте возьмем вот стрит стайл вот эту пластину он такая достаточно интересная веселая также мы взяли импасту также взяли импасту нанесли ее распределили убрали излишки и маленьким штампом переносим понятно давайте еще какой-нибудь цвет возьмем нанесем именно нанесем на на типс поработаем поработаем импастой то есть здесь у нас получилось кстати очень прикольно на импасту втирать пигменты есть у меня здесь пигмент втирать лучше на топ текла зашлифованный пигменты как вы знаете у нас втираются именно на импасту на краску без липкого слоя да смотрите то есть здесь можно работать но у меня матовый топ с матового топа хуже конечно это все уберется но тем не менее я не я просто вам показываю видно да на импасту хорошо вот в отрется у вас пигмент только втирать будете кисточкой специальной для пигмента не пальцем как я сейчас я вам сейчас просто показала что можно втирать а кистью аккуратненько на зашлифованную поверхность топа теклас аккуратными движениями втерли убрали потом из остатки и очень прикольно будет смотреться как вариант видно тоже будет очень красиво смотрите сейчас покажу вам какие варианты какие варианты возможны видите как красиво переливается видно да можно работать краской пробовать тот же черный тюльпан под фольгу можно пробовать а можно пробовать под втирку тот же альпийский снег то есть то что поплотнее жидкими жидкими гель-лаками жидкими какими-то красками у вас не получится работать и не просто-напросто у вас не будут отпечатываться допустим под пигмент тоже мы можем работать спокойно альпийским снегом то есть все нужно пробовать все нужно пробовать еще раз говорю что в курсе все подробно рассказано кто приобретал курс вы можете посмотреть все в курсе там подробно все рассказывается показывается то есть там достаточно много уроков перчатка у меня вся соответственно красивая вся в пыли в радужной очень красиво да то о чем я говорю эффекты могут получаться прям интересные интересные опять вы можете создавать фон смотрите вот какой интересный вариант может получаться вы можете неоновой импасты создавать фон его практически незаметно он получится у вас полупрозрачный но тем не менее видите эффект такой очень получается интересный очень интересный пробуйте прям вот садитесь и пробуйте все материалы которые есть у вас в наличии так давайте еще вариант какой-нибудь сделаем кстати очень классно получается еще тонировать той же файбербазой смотрите когда у вас рисунок но это очень классно будет смотреться с красками именно плотными когда у вас рисунок тонируется файбербазой и сверху пропечатывается еще раз видов пластин 4 стоимость одной пластины 390 рублей да все правильно лайки будут продаваться отдельно но немножечко позже потому что потому что у нас сейчас небольшие перебои с поставками да но они не только у нас они сейчас везде поэтому так так давайте что-нибудь еще интересное сделаем ну вот возьмем зеленый зеленый цвет очень классно будет смотреться помните как мы делали градиент под молочный гель-лак когда мы наносили градиентом цвет перекрывали молочным точно таким же способом можно на этот градиент нанести допустим какой-то цвет стемпинг сделать перекрыть молочным и сверху еще продублировать тоже будет классно черный тюльпан это краска гелевая она с остаточной липкостью предназначена для покрытия на весь ноготь предназначена у нас для литья для фольги и отпечатывания и она обязательно должна покрываться топом черная смола это м-паста она предназначена для прорисовки уже по готовой поверхности эта краска без остаточной липкости ей можно рисовать сверху то есть м-пасту давайте я вытру втирку то есть м-паста она у вас сверху отпечатается и может уже ничем не перекрываться то есть у вас будет эффект но я не досушила ее и при вытирании смотрите она чуть подстерлась но понятен да эффект у вас м-паста она сверху может печататься и уже ничем не перекрываться она будет хорошо носиться до долго ждали пластины давайте поработаем с вами как раз таки это у нас черная смола м-паста черная смола я уже показала сейчас как мы наносим м-пасту взяла небольшое количество поставила центр распределила вот таким вот образом потом перевернула пластину сняла излишки пропечатала только она пропечатывается немножечко полупрозрачная сама м-паста ложится чуть-чуть прозрачнее чем у вас легла бы краска но где-то это тоже прикольно отпечатываю смотрю вот сюда в окошко прицеливаясь отпечатываю отпечатали подсушили обезжирили штамп убрали излишки здесь смотрите если я буду печатать этот же рисунок я могу излишки не убирать сейчас гель-лак для стемпинга будет прозрачный плюс он жидковатый вы можете попробовать но он не даст такого эффекта лучше всего для стемпинга подходит им паста в крайнем случае краска гелевая и лайки лайки специальные на за неимением пока специального лака вы можете пользоваться обычным смотрите беру беру файбербазу двойку делаю мой дизайн приглушенным можно файбербазу наносить чуть плотнее слоем с небольшим выравниванием будет более молочный оттенок можно просто тонко тонко нанести чтобы слегка приглушить перевернула чуть-чуть сцентровала видите я чуть-чуть приглушила файбербазой цвет и дальше беру апельсиновую палочку наношу небольшое количество сюда же эмпасты той же черной эмпасты также распределяю чтобы у меня везде попала эмпаста видите по всему рисунку чистой стороной убираю излишки и также пропечатываю сверху можно со сдвигом можно также нанести и мне получается такой двойной эффект можно не на весь ноготь нанести можно нанести какой-то один слой вот пока мы не просушили смотрите покажу вам можно нанести какой-то отдельный рисунок понятно о чем я говорю да сейчас вытру излишки и покажу вам как смотреться будет отдельный рисунок то что я вам сейчас показывала это вот такой вариант видите приглушенный внизу смотрится такой же рисунок только он закрыт файбербазой двойкой сверху пропечатала уже плотнее цветом тем же самым рисунком и смотрится такой вот двойной эффект можно взять любой другой сейчас рисунок отдельный допустим какой мы еще тут не брали давайте рыбку вот эту возьмем распределяю распределяю по всему рисунку убираю излишки так проверяю только чтобы у меня везде попала импаста если вижу что где-то не попала беру и добавляю проверяю чтобы у меня на весь рисунок попала импаста убираю излишки беру штамп беру штамп отпечатываю и переношу сюда на ноготь здесь у меня не очень хорошо видно да потому что я молочным цветом перекрывала не сильно но тем не менее понятен эффект тут же взяла лак так сейчас подсушим давайте нашу рыбу тут же взяла лак допустим красный и отпечатала тут же лаком брали излишки нанесли плохо видно и прям можно также нанести смотрите не только солнышко вот у меня тут солнышко и буквы до иероглифы и так же могу здесь и отпечатать все это сегодня фокуса нет вот видно так же могу здесь и отпечатать это все и таким образом вы можете создавать абсолютно любой принт тут же мы вы можете белым цветом белый лак взять и белым цветом что-то добавить но они называются если сложно я не ошибаюсь skin defender по моему ну в общем я поняла вот это вот пленка для кожи есть можно ей работать но в принципе если вы работаете лаком вы можете после оттереть все хорошо если вы работаете конечно краской то эмпастой я имею ввиду то нужно это все убрать излишки до того как вы сполимеризовали все в лампе и и вот тут же нанесла еще один вариант понятно да то есть и таким образом вы можете создавать абсолютно многослойные дизайны перекрываете любым подсохло чуть-чуть перекрываете любым абсолютно любым топом который вам нравится вы можете нанести на топ теклос для подстраховки если вы переживаете что у вас что-то куда-то не ляжет или будет плохо держаться нанесите на топ теклос топ теклос у нас идеально все держит идеально м-пастой очень аккуратно на смотрите ремовером все очищаем в конце м-пастой аккуратно на сильно жирную дисперсию у вас м-паста чтобы не размазывалась аккуратно печатаем м-пастой особенно если вы печатаете на дисперсию очень аккуратно иначе у вас просто все это размажется нанесла вот сейчас матовый топ матовый топ под матовым топом очень прикольно смотрятся декорации добавлять можно все что угодно все что угодно какой угодно по слойности создавать рисунок абсолютно здесь вас никто не ограничивает то есть вы можете хоть печатать друг на друга энное количество слоев особенно если у вас это красками все сделано краски быстро полимеризуются они подсыхают на воздухе я имею ввиду краски для стемпинга которые выйдут либо лайки они очень быстро подсыхают на воздухе и вы можете там через минуту буквально сверху нанести еще какой-то принт поэтому смотрите если вы работаете с лаками тогда только ремувером лаки и краски которые выйдут для стемпинга они тоже на лаковой основе они ремувером протираются потому что лак вы кроме ремувера ничем потом не ототрете если вы работаете эмпастой то эмпасту вы протираете обычным евроклинсером обычным ремувер более агрессивная жидкость и здесь тогда не нужно протирать штампы особенно ремувером если вы работаете лаками штампы не протираете ничем смотрите я уже показывала что это все скотч вот кусочек скотча как сейчас четко все да и вот таким вот образом излишки вы о скотч снимаете также ворсинки о скотч хорошо снимаются то есть если вы работаете лаком или краской для стемпинга очищаете штамп вы о скотч если вы работаете эмпастой эмпасту о скотч вы никак не очистите тогда вы просто протираете обезжиривателем и безворсовой салфеткой сам штамп ремувер девочки это вот обычный наш ремувер для снятия гель-лака и снятия лака обычного обычный наш гель and nail polish ремувер то есть грубо говоря жидкость для снятия лака обычный ремувер мы им снимаем лак мы снимаем им гель-лак он подходит для всего вопросы по стемпингу еще есть остались вещь очень удобная вещь очень интересная нужно приспособиться нужно проэкспериментировать попробовать все что у вас есть под рукой все чего нет под рукой соответственно а хочется работать просто приобрести и можно творить очень очень классные быстрые вещи очень классные как я уже сказала в вариантов использования стемпинга очень много его можно использовать как фон его можно использовать как дизайн можно использовать под втирки под фольгу то есть просто попробуйте разные варианты основные материалы пластины пока под вопросом девочки по поводу будут ли другие пластины не могу пока с четкостью с точностью ответить на этот вопрос пока вот эти а дальше будем смотреть подведем давайте итог что мы использовать можем еще раз кто пропустил начало мы можем использовать эмпасты 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 классическую черную белую эмпасту классический набор эмпасты 10 цветов мы можем использовать эмпасты неоновые единственно помните что они ложатся более прозрачно все эмпасты ложатся прозрачнее чем краски для стемпинга можно смешивать с белой эмпасты чтобы они были плотнее можно с белой эмпасты смешивать неоновые пигменты для получения ярких оттенков можно использовать лаки можно использовать пробовать краску черный тюльпан краску альпийский снег для того чтобы тереть пигменты или отпечатать фольгу и так далее так далее то есть просто пробуем название пластин так название пластин у меня на самом деле под рукой и нет я оставлю сейчас ссылку вам на пластины на сайте и там можно будет посмотреть все названия я после эфира сейчас обязательно сниму вам stories и вывешу ссылку на сайт на эти пластины и там будет видно все по названиям точно знаю что это по моему азия это по моему стрит стайл так и называется поэтому просто посмотрите по ссылочке перейдите на сайт там все будет сказано там все будет написано хорошо все я надеюсь что эфир вам был полезен надеюсь что вы ждали пластины также как ждали их мы ждем теперь лаки для стемпинга все я рада была вас видеть всем мира добра и ну насколько это возможно хорошего настроения всем пока